Я сейчас хочу пригласить педагога интегрированного театра студии Круп-2 Екатерину Аксенову. Она продолжит тему творческой реабилитации, но совсем уже с другой стороны. Она расскажет о серии тренингов, которые она проводила для участников этого проекта под названием «Язык своего голоса». И она расскажет об опыте работы с голосом для людей с особенностями развития, что это покои, как это можно использовать при постановке медикальных номеров. Катя, вы меня слышите? На связи? Я вижу, что Катя уже в комнате. Вы можете начинать ваше видео. Здравствуйте. Всем. Здравствуйте, Екатерина. А, здорово. Так, все, можем начинать. Передаю вам слово. Все, можем начинать. Можем начинать. Хорошо. Всем здравствуйте. Очень рада вас сегодня здесь видеть. И сегодня Евгения уже представила, что я представляю сегодня интегрированный театр-студия «Круг-2». Театр, в котором работают и трудятся люди с особенностями развития совершенно различных технологий и разного возраста. Сейчас, секундочку, включу свою презентацию. А, вот, мне уже включили ее, спасибо. Ага. И для начала хотела у вас спросить, пока буду какие-то представляющие слова говорить, кто из вас, интересно, знаком или не знаком с нашим театром, бывали ли вы на наших спектаклях, концертах и так далее. И второй вопрос, есть ли у вас какие-то свои личные интересы, связанные с голосом и вокалом, было бы интересно, да, кто есть из специально. Потому что довольно специальный такой вебинар, в котором сейчас я буду рассказывать про конкретные очень упражнения, про некую такую методику, которой мы смогли прийти в прошлом году. Да, пока вижу, что отвечаете. Итак, для начала немного такого исторического момента. Наш театр существует уже почти 20 лет. И так или иначе, все эти годы он занимается и музыкой, и голосом. Сначала было очень много, например, ритмических тренингов, работ с барабанами и так далее. Начали появляться дальше программы, связанные с музыкальными импровизациями, то есть с очень простым освоением музыкальных инструментов. Родились такие спектакли, как «За звуком» и «За светом», где использовались песни народов мира. И вот, например, в программе «За светом» использовались колыбельные народов мира. И вот на тот момент, когда появлялись эти программы, это такие театрализованные большие концерты были, всегда был принцип таков подбора музыки, что не человек учился, подтягивая свои навыки под конкретное исполнение, потому что вот в академическом смысле слова это было сделать было бы очень сложно и почти невозможно. А таким образом как-то сочетался вот звук человека, его голоса и его подача с этой песней, что вот если его убрать как исполнителя, то песня скорее что-то от этого потеряет. Потому что у нас в театре прежде всего самый главный, наверное, ресурс, которым мы располагаем, это и есть сам человек с особенностями развития. Чаще всего к нам приходят, хотя бывают и разные другие случаи. Но тем не менее, то есть это материал самого человека для нас очень важен. К нему, естественно, обязательно нужно каким-то образом пробраться. Это не так просто иногда бывает добраться до этого материала. Это касается и движенческого материала, и музыкального, и мастерских художественных, вообще любого направления, которое есть в нашем театре. И также у нас очень много всегда было работы с фольклорным материалом, но он тоже больше не в виде какого-то сценического результата, а как вот единый собирающий момент и игровой фольклор, естественно, всегда заделся и так далее. То есть ребята так или иначе обязательно имели опыт, различный опыт вокала, звучания и так далее. И даже они знакомы с серией распевок довольно классических. Но вот время шло, и с течением времени мы понимали, что нужно и к голосу, также каким-то интересным индивидуальным путем пробираться, так же, как в движениях и в остальных сферах. И где-то, наверное, в прошлом году, наконец, мы к этому приблизились намного плотнее, чем раньше. И мы понимали, что вот пути к музыке у нас, это точно не через нотную грамоту, не через освоение нот и не через академические навыки, потому что таким путем мы обязательно его нужно присоединять, чуть позже, когда тело в целом будет готово к каким-то определенным этапам, о которых мы сегодня обязательно поговорим. Но мы это не исключаем. И хочу сказать, что к нам периодически попадают ребята, которые изначально музыкально очень одарены. У них может быть абсолютный слух, прекрасный голос и так далее. Таких, наверное, ребят меньше, все-таки в большей части, но они есть. И они во многом являются нашим вдохновением, там, опорой и так далее. Но не только. Потому что это не значит, что они могут с легкостью сразу работать в команде. Например, поэтому самым важным, наверное, путем, в том числе к музыке, как и в других направлениях нашей театральной деятельности, будет освоение регуляции собственного тела. Потому что позиция наша общая такова в театре, что находясь в каком-то нашем сообществе, в котором ребята могут находиться, им в любом случае нужно уметь предъявлять какие-то свои желания, уметь преодолевать какие-то сложности, трудности, брать на себя ответственность за результаты и так далее. И это совершенно невозможно, взять ответственность за результат какого-то общего вклада в общее дело без освоения вот этого собственного тела. Поэтому мы пошли вот путем, на что мы могли бы опереться в методике. И уже очень давно упоминаем для себя пять уровней телесно-эффективной регуляции. Вы видите там ссылку на литературу Брадышевско-Лебединский, старая, довольно уже такая всем известная информация. Естественно, там изначально речь идет о детях и о детях дошкольного возраста. Но для нас это не является никаким препятствием, потому что мы видим очень часто асинхронное развитие и так далее. И понимая, как устроены эти пять уровней, которые здесь сформулированы на странице слайда презентации, так как прям в книге у Брадышевско-Лебединского. Но потом я вам покажу, как их немножко, например, на примере вокальных тренингов пересформулировали. Их можно так для себя переформулировать каждый раз. Но если в целом сказать, глядя на эти уровни, можно сказать, что человек идет в своем развитии от восприятия и от более пассивных состояний к более активным и к действенным. То есть от восприятия к действию, это, наверное, можно назвать основным вектором, по которым мы строим эти тренинги. Я не буду подробно остановиться именно в этой формулировке на уровнях, потому что мы дальше пойдем с вами смотреть, как они для нас могут по-другому взяться. И прежде чем перейти к конкретным рассмотрениям прям всех наших уровней и упражнений, как они могут выглядеть, еще скажу, что вот мы во всех, что бы мы ни делали, опираемся на определенные законы. На закон обучения, вот вы здесь видите, от простого к сложному, от общего к частному. От личного к групповому, не буду все перечислять, от помощи к самостоятельности и ответственности обязательный, вообще один из ключевых законов для нас. Это просто по мере любого тренинга, любого занятия просто автоматически соблюдается, и мы на это опираемся. И также вот еще один момент, на который все время наша тренинговая работа построена, это освоение самого материала, как происходит в тренингах. Ну, сначала первичное освоение, когда просто вот увидели, вот такой представили человеку навык какой-то, очень простой, который доступен на уровне его сегодняшнего, там, текущего развития. Дальше у нас появляется вариация. Это мы повторяем, но с небольшим изменением, да, не зависаем на одном уровне, чуть-чуть начинаем раскачивать эту гибкость. Естественно, что касается голоса, то же самое. Третий уровень будет комбинация в тренингах, когда мы уже соединяем разные, да, элементы из разных каких-то частей, комбинируемых между собой. И четвертый уровень, которым мы и выплываем, который вот именно этот уровень является уже таким начальным результатом нашего творческого выражения. Это импровизация, когда эти все элементы предыдущие сочетаются различными свободными способами. И здесь очень важно, какой контекст, какая тема задана, в чем мы, собственно, импровизируем, какие правила игры на данный момент. Ну и, соответственно, в музыке и в голосе это то, к чему мы стремимся. На принципе, импровизация построена почти, ну, большинство наших, наверное, произведений, которые потом фиксируются. И вот, если уже назвать вещи своими, наверное, насколько мы могли для себя переформулировать относительно тех уровней телесно-эффективной регуляции, язык своего голоса, так назвали наш голосовой тренинг, здесь хочу сказать, что мы вот будем двигаться вот просто от момента того, что человек заметил и обрадовался, что у него есть голос, а может, и не обрадовался, еще сначала к тому моменту уже такого творческого самовыражения. И здесь у нас есть на пятом уровне это самовыражение, но в самом... дальше пяти уровней на самом деле начинается новый и огромный этап, когда можно творить, когда можно приближаться уже к другому какому-то уровню освоения музыки. Об этом мы сегодня не будем, то есть мы поговорим об этих как раз пяти уровнях, которые до какого-то там интересного очень результата, как к ним пробираться, собственно. Нам интересно было узнать, как мы можем с ребятами к этому пробраться. И сегодня то, что я буду рассказывать, касается... на видео мы увидим ребят, которые из взрослой группы, они уже никто не учится, они, по сути, для них это... они трудятся в нашем театре. Но эти же упражнения, которые сегодня увидите, мы делали для ребят, школьников. Ничего, по сути, от этого не меняется, просто нужный момент, да, там, коммуникации, уровни сложности, объяснений, преподнесения материала может меняться. Значит, и мы можем, наверное, сразу... Ну, сейчас мы их вот посмотрим, значит, эти уровни. Первый уровень, когда мы просто воспринимаем сигнал и просто умеем реагировать голосом на какой-то сигнал. Дальше, уже на следующем уровне, этот сигнал... Важно все-таки, какой именно сигнал, на что я именно буду реагировать. После этого появляется первый момент активности человека, когда ему нужно что-то уже преодолеть и чему-то посопротивляться. И здесь вот первый момент, когда от пассивности мы переходим к активности. На четвертом уровне появляются зачатки взаимодействия, уже можно работать активно в парах, очень сильно внимательно относятся друг к другу, и появляется вообще контроль здесь за всем происходящим, и много нюансов. И на пятом уровне уже можно строить какой-то такой ансамбль, который в дальнейшем можно развивать разными другими сложными моментами. И давайте, наверное, пойдем прям по видео. Сейчас я его попробую включить. Первый уровень... Первый уровень... Это упражнение домики. Мы видим, что должны быть обозначены на полу какие-то домики. Неважно, это можно нарисовать скотчем, это можно, как мы показали на ковриках, в обруч стать, совершенно неважно. Есть какое-то обозначение там, где я нахожусь. Есть один ведущий, который ходит по пространству и попадает в разные домики. Сегодня я вам показываю очень маленькие отрывки, не видно упражнение целиком, потому что мы тоже готовим пока только это видео методическое. Поэтому что-то буду объяснять просто словами. И ведущий гуляет из домика в домик, и когда он попадает в дом кому-то, человек, к которому попали в дом, как-то реагирует звуком. Здесь к человеку не предъявляется никакого требования, как именно ему звучать, каким звуком, какой буквой. Ему главное именно просто отреагировать, само наличие сигнала, чтобы он услышал сам свой голос, что он есть в этот момент. И в какой-то момент ведущий меняется и так далее. На более сложных этапах может звучать тот, кто пришел в гости, и ему уже отвечать могут. И так далее. И на самом деле этот этап очень интересен. Диагностически мы можем сразу понять, кто готов голос этот выпустить, как он вообще воспринимает свой голос. Он хочет громко, ему не нравится, что к нему там приближаются. Или он наоборот стесняется звучать, и еле-еле отвечает, его еле слышно. То есть здесь очень хорошо внимательно просто наблюдать, как проходит упражнение, и сориентироваться, от чего мы вообще пляшем в этот момент. И хочу сразу сказать, что я приведу, естественно, только несколько примеров упражнений на каждый уровень. Их можно придумывать до бесконечности. И это лишь просто примеры, о чем идет речь. Про восприятие сигнала и реакции на него. Следующее упражнение – прозвучку тела. Посмотрим. Тут тоже очень маленький кусочек был прозвучки тела. Что здесь хочется сказать? Что прозвучивали мы тело – это очень долгий, на самом деле, этап. Сначала человек может ложиться на спину. И работает в парах, как вы видели. Если можно кого-то из группы задействовать в паре, чтобы пара прям составляли ребята из группы, это здорово. Если мы понимаем, что ведущий не может полноценно исполнять роль ведущего, тогда это делает сам ведущий педагог. Неважно. Главное – дать человеку почувствовать, что происходит с его телом в этот момент. Так вот, значит, сначала человек лежит на спине, например. И тот, кто прозвучивает тело, он планомерно, ладонями, проходится по всему телу. Не как мы сейчас видели на видео, да, отдельные показали куски, там где-то нажимает на лопатки, где-то на пятки и так далее. А прям по точкам. Эти точки можно вести логично. Либо с ног до головы и, например, от периферии к центру. Это можно, наоборот, с головы до ног и от центра к периферии, да, по конечностям. Пройти все конечности, руки, ноги, естественно, избегая нажиманий на суставы. И вообще все нажимания делаются ладонями очень плавно, как будто вот лапа слона так размягчается. И есть два этапа у этого упражнения. Значит, один этап такой, когда я нажимаю ладонями на тело, звук издает тот человек, который и нажимает. То есть он своим нажатием показывает, да, сам прозвучивает тело. Человек, который лежит, он просто молчит и наблюдает за работой ведущего. Второй этап, опять же, все еще лежа на животе, состоит в том, чтобы мы нажимаем, ведущий нажимает ладонями на тело, а человек гудит. Тихонечко совсем. Можно просто с закрытым ртом мучать немного. И гудит он протяженно столько, сколько длится это нажимание. Как только человек руки от этой точки убирает, его гудение прекращается. Таким образом мы полностью связываем, делаем зависимым это звучание от внешнего фактора. Есть воздействие, есть звук. Нет воздействия, нет звука. Ну и дальше мы, во-первых, меняемся парами, а во-вторых, меняемся стороной. То есть если сначала мы полежали на спине, потом мы ложимся на живот и прозвучиваем уже все тело через спину. Оно довольно такое рутинное упражнение, долгое, но очень хорошо и очень, главное, спокойно как-то приучает к этому тихому звуку. Все гудят. Если кому-то мешает гудение, можно по очереди только вот, чтобы одна пара работала, другие смотрели. В общем, это все подстраивается. Как всегда нет никаких одинаковых, однородных правил для всех. Дальше опять мы еще все остаемся с вами на первом уровне восприятия сигнала и реакции на нее. Упражнение протяженные звуки смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже увидели, что здесь появляется предмет. Когда мы придумали упражнение на вот такой первый этап, мы поняли, особенно с более младшими ребятами, никакими мы здесь видим, что внешний предмет очень хорошо помогал продлевать звук. Мы очень много сталкивались с тем, что звук у ребят был, либо вообще не выходил, либо был очень короткий, и никак не удавалось объяснить, как его протянуть. И мы взяли за опору совершенно простые предметы. Это мячи разной величины. И, конечно же, чем больше мяч, тем легче было изначально. То есть мы двигались от большого к малому предмету. И также нам очень помогали вот эти веревки-канаты. Сейчас посмотрим второй вариант внешнего предмета, который может нам помочь. И смотрите, вот в этих упражнениях про протяжённые звуки, что хочется сказать, тоже абсолютно неважно на этом этапе, какой именно звук из человека выходит вообще. Никаких нет замечаний в сторону, что там ни ту букву позвучала, ни ту громкость. Можно чуть-чуть, если мы понимаем, что может человек погромче отвлёкся, но в принципе тут важно, чтобы он заметил, пока катится предмет, звук опять же звучит. То есть для нас это внешняя опора, человек ещё в пассивном таком состоянии находится звучание. Пока тянется верёвка, звук звучит. Также усложнять можно, например, в сторону того, что звучит не тот, кто катит мяч, а тот, кто ловит этот мяч. То есть он это движение озвучивает. Ну и так далее. То есть можно расстояние, те, кто сидят в кругу, соответственно, если мы понимаем, заведомо примерно, значит сразу понятно, какой длинный звук у такого-то человека. Чем меньше у него изначально своя продолжительность звучания, тем ближе садятся ребята вот в этот круг или квадрат, треугольник, там сколько их пришло. И с верёвкой также. То есть можно покороче взять, а потом всё удлинять, расстояние между людьми с мячом и увеличивать длину верёвки. На самом деле очень это вот в жизни у нас очень круто сработала. Длительность звука на этих предметах очень всё просто, визуально. И прям зазвучали те, кто никогда не звучал. И некоторые могут зазвучать странно, они могут эти звуки пускать какими-то своими волнами. В данном случае это тоже не важно, чтобы это был равномерный звук на каком-то одном тоне. Тон уж тем более вообще здесь не важен. Дальше чуть более сложный этап, когда, например, мы понимаем, что эти этапы освоены, которые мы с вами посмотрели. Опять мы ещё всё на первом уровне находимся, воспринимаем сигнал и реагируем. Упражнение назвали мы «Звуковые подарки». Посмотрим сначала. Сейчас на секундочку остановлю. Смотрите, конечно, для съёмок мы стояли, ребята стояли в полукруге, но на самом деле, конечно, мы делаем это упражнение в кругу. Звук для начала передаётся просто по кругу, как вы сейчас видели, от одного соседа к другому, потому что это маленькое расстояние. Задача такая, чтобы мой звуковой подарок, опять говорю, что на этом уровне, на любой букве, или мы можем договориться, давайте подарок будет «А» или ещё какой-то звук гласный, он из руки передаётся в руку другому человеку. Пока я несу этот звук, у меня этот звук продолжается, как только мои руки коснулись соседа, у меня звук прекращается, и от касания начинается у другого человека. Здесь опять исключительно внешний фактор срабатывает, но надо уже очень внимательно следить за этим переходом. Желательно, в идеале, чтобы добиться того, чтобы этот звуковой подарок шёл, не прерываясь. И здесь будет очень легко видно, где разрывы есть, и где можно чуть-чуть обратить внимание получше. А дальше мы уже, когда вот так вот наловчились, близко соседу передавать подарки, мы вот как сейчас начнётся, идём передавать сквозь круг к любому человеку, меняясь с ним местами. Задача, несмотря на то, что ходим через круг, также не прервать этот звук, и не важно, что он появится вдруг на другой высоте, на другом себе голоса. И дальше всё. А, ну хорошо, сейчас смотрим следующее сразу упражнение. Упражнение качели, тоже первый уровень. Сейчас сразу на секундочку остановлю, чтобы обратить дальше внимание на некоторые моменты. Вот мы увидели, люди сидят в виде качели, есть такое просто упражнение качели физическое, мы к нему добавили просто звук. Ноги одного человека сверху на других, потом можно поменяться, можно одну ногу сверху, другую вниз, и потом меняться, неважно. Самое главное в этом упражнении, что касается физических параметров, это, чтобы руки были у людей натянуты, и я ложусь до конца на спину, на голову, и встаю не сама, только тогда, когда меня потянули. То есть, идёт также реакция на внешнее воздействие, физическое, и не встаю я сама, не потягиваю. Вы сейчас увидите вот у этой пары, которая работает, что в них не совсем верно исполнено физически, физически само движение, вы увидите, что они там сгибают локти, не натягивают их, и не в противовес работают. На это важно обратить внимание. И сразу здесь можно обратить внимание на то, что здесь очень много возникает вариаций. Мы вот увидели по ходу того, как выполняли с разными ребятами это упражнение. Во-первых, звук здесь может уже понижаться, повышаться, что удобно, потому что, когда я ложусь, мне удобно его или а-а-а, задирать, или а-а-а, или опускать. Физиологически, на самом деле, по-разному срабатывает. Можно к этому не привязать, но обращать на это внимание. Или наоборот, брать как задачу повышение, понижение звука. И также здесь можно варьировать, то есть звучит тот, кто ложится, или звучит тот, кто встает. Это тоже, в общем, тут из одного варианта вырастает, там, не знаю, вариантов четыре. Давайте посмотрим дальше. Вот они сгибают локти, неправильно, не в противовес работают, подтягивают и латают. А сейчас вот мы видим правильное перетягивание. И вот до конца лег, замолчал. И слышим повышение и понижение звука. Также, кстати, в паре, да, может быть, что у одного звук повышается, у другого понижается, то есть люди могут в противовес работать, а могут наоборот в паре одно и то же делать. И теперь мы с вами переходим к следующему уровню, когда от восприятия сигнала, который сейчас был, реакция на сигнал, к вариативности реакции на сигнал. Тут уже важно, что звук меняется. Он по-прежнему остается пассивным, он по-прежнему зависит от внешних факторов, но он учитывает, что этот внешний фактор не просто есть, а он какой-то разный. Давайте сначала посмотрим кусочек упражнения, называется вытягивание звука. В этом вытягивании звуков очень здорово появляется такой человек-дирижер, который может вытворять руками все что угодно. И люди, которые стоят на своих местах, вот походили по залу, остановились, и человек работает только тогда, когда ведущий к нему подходит и условно из арта вытягивает каким-то образом звук. Он может, тут очень много параметров появляется, он может тянуть тонко, он может тянуть толсто, быстро, медленно, он может витиеватость разную создавать, может звук трубу делать, качель, мы видели сейчас, что Женя накручивал звуки, резко кидать, может звук обрывать, да, на самом деле очень она такая увлекательность, и она такая естественно, ведущие меняются, эти дирижеры, чтобы каждый себя попробовал в этой роли. Здесь тоже очень видны на самом деле вот зависания на каких-то звуках, где сразу будет видно, если человек на сегодняшний момент однотипно, на этом упражнении это будет очень легко увидеть. И тогда можно вот немного в игровой форме в зависимости от того, да, если не справляется ведущий кто-то из ребят, это может быть ведущий педагог, знать, как подобраться к тому, чтобы этот звук чуть-чуть поменял параметр. Здесь задача поменять немного параметра этого звука внешним образом. Также мы все еще остаемся с вами на этом втором уровне и от вариации вариативного сигнала упражнение марионетки у нас такое случилось. Смотрим. в упражнении марионетки что важно сказать, что да, изначально работаем в парах, один лежит, другой ведет. Здесь мы сталкивались с тем, что ведущий должен быть человеком, который может создавать эту вариативность, потому что когда ведущий только вот одинаково для всех поднимает только руку и ногу и больше ничего не делает, здесь мы вариативности получим мало, поэтому тогда ведущим становится педагог или тот, кто собственно может выполнять эту функцию. Это очень важно, посмотреть, как ребята делают, найти из них того, кто может это выполнять. Что еще важно? Здесь возникает свобода звука, можно работать с закрытыми глазами, и задача в самой марионетке, которая изначально лежит, она может попадать в разные положения. Можно все уровни здесь задействовать, что удобно для тела, и лежачие, и сидячие, и стоячие, и тянучие, переворачивающиеся движения. Задача марионетки очень чутко, максимально возможно реагировать на то, как ее тянут. Резко, медленно, плавно, рука это или нога. И мы видим, что там на самом деле, сейчас вот слышишь, что в первый раз звук, человек марионетка звук интонировал, то есть зависит от того, руку или ногу поднимали, звук у нее повышался или понижался, а у кого-то нет. Здесь тоже это не играет роли. Важен сам характер звука, чтобы менялся от характера действия кукловода. Дальше мы смотрим, что на втором уровне вдруг мы обнаружили такое упражнение, которое очень нам понравилось, оно очень сложное. Это упражнение называется повтор смеха. Смех человека очень уникальный по своим голосовым устройствам. То есть там задействуют какие-то такие у всех разные мышцы, резонаторы и так далее, что повторить крайне сложно. Но довольно весело. И поэтому давайте сначала посмотрим, что из этого выходит. растительного тела Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас досмотрим этот кусочек Да, это упражнение очень сильно Провоцирует звучать те, кто сам боится звучать На уровне 4 От активности И через преодоление сопротивления мы переходим к взаимодействию. Взаимодействие очень разное может быть по характеру. Взаимодействие может быть в парах, в группах и так далее. Сейчас посмотрим первое движение под звук. В движениях под звук здесь тоже может быть много разных вариаций. Один человек звучит, как ему вздумалось, пришло в голову. Второй человек под это движется. И они таким образом в любом случае как-то синхронизируются. Задача человека, который движется, двигаться не просто так, а слышать звук, как просит тело, так и двигаться. Чтобы человек, который звучит, видел отражение этого звучания. Можно наоборот играть, что сначала человек, который движется, он задает правила игры. Он задает движение. Это, наверное, сложнее. И человек начинает звучать, озвучивать как бы это движение. И здесь мы можем переходить к работе по взаимодействию целиком с группой, когда один звучит и управляет остальной всей группой, все движутся относительно друг друга. И наоборот. Естественно, ведущие могут меняться. Вижу такой вопрос. Скажите, что эти упражнения дают? Но вроде я прям поэтапно так и иду, говорю, что они дают. Если просто не знаю, видны они или нет, они дают, если еще раз в двух словах сказать, они дают нам движение человека от восприятия к действию в таком моменте, как свой собственный голос. Чтобы к нему пробраться не академическими средствами, как я говорила в начале, потому что для многих ребят с особенностями развития любыми, и мы это видим, очень часто недоступно просто обычное академическое освоение голоса. Например, сказать, давай вот сейчас открой, гортань поставь так, язык положи так, вот у тебя напряги диафрагму, и у тебя звук пойдет. Все эти способы немножко частично доступны, но опираться на них, как на основные средства, не получается. Поэтому мы собираем такой комплекс упражнений, который нас ведет от самого начального пассивного состояния голоса к активному самовыражению. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Если сможете как-то уточнить, уточните. Дальше продвигаемся, уровень 4. То же самое говорим о уже взаимодействии своего голоса с кем-то. Это упражнение звукозапись. Сначала посмотрим, потом расскажу, что там произошло. Первый кусочек, который мы посмотрели, получается, это звукозапись так, как повторялка. Один звучит, второй повторил, один звучит, второй повторил. Повторюшки такие. Потом расстояние между повторением сужать, получается, что-то вроде эха. И в конце, получается, мы стремились к тому, чтобы, может быть, здесь сейчас не очень слышно. Мы стремились к тому, чтобы звук двух людей слился в один, как будто звукозапись происходит моментально. То есть один звучит, а второй настолько уже легко подстроен, что он почти сразу повторяет ход голоса. Но здесь важно в задании делать так, чтобы это движение было не очень резким, потому что повторять очень резкие звуки прямо тут же моментально реагирует невозможно. Но если это какая-то плавная, какая-то вещь, похожая на мелодичное какое-то исполнение, тогда подстроиться почти момент в момент становится вполне возможно. Сейчас давайте сразу я развяжу вопрос. Вот есть вопрос. То есть если ребенок не говорит, используя эти упражнения, ребенок может заговорить. Я, наверное, не могу на этот вопрос ответить. То есть я видела, скажем, таких ребят, не могу сказать прямо ребенок, больше ближе к подросткам, наверное. Ну, хотя нет, и младшая школа тоже, которая, да, с помощью, на наших, по крайней мере, занятиях, во время упражнений мы видели сдвиги к тому, чтобы было отсутствие звука, боязнь своего голоса, и она начиналась. Но это же не то, о чем я сейчас вам рассказываю, это опытным путем достигнуто в нашей конкретной студии, при том, что нужно понимать, что эти ребята, которые к нам ходят, они же еще где-то занимаются чем-то. Вот, поэтому доказательно тут, я думаю, никто вам сказать не может. Просто мы вот опытным путем пришли к тому, что вот лучше, например, голосом заниматься не так, а так. Вот, поэтому не могу сказать, что там точно ли заговорят. Но, по крайней мере, опора на какие-то внешние, если ребенок не говорит и не выпускает голос наружу, понятно, что это какие-то начальные этапы должны быть, первого и второго уровня, когда внешний стимул может спровоцировать звук. Он еще даже сам активно ничего не преодолевает. И можно попробовать эти первые два этапа. Ну, нужно обязательно адаптировать, я вам сейчас показываю очень условный набор упражнений, там, работы с конкретными ребятами, да, просто чтобы понять, как может выглядеть эта система. И это все нужно, и я сама тоже это в работе абсолютно всегда перестраиваю под конкретную группу, под возраст, под сами голоса ребят, которые есть. Вот, поэтому, вот, наверное, вот так могу ответить на ваш вопрос. Можно ли привлекать помощи детям с раснормотипичных детей с дошкольной группы? Мне кажется, абсолютно можно. Главное, что если между ними созданы какие-то, есть коммуникация нормальная, что они друг друга все воспринимают, конечно, можно. Абсолютно, и даже здорово, когда кто-то звучит рядом по-другому опираться на разные голоса друг друга. Это очень здорово. Так, по поводу упражнений. Вы знаете, у нас выйдет по поводу упражнений на почту. Здесь толком упражнений не видно. Вот мы сейчас в процессе подготовки методических материалов. И когда они будут готовы, я думаю, они будут у нас в каком-то доступе. А вы можете как-то просто скинуть мне через, может быть, организаторов конференции ваши контакты, и я тогда скину. Так, давайте сейчас чуть-чуть отправимся дальше. Также мы пока возвращаемся к четвертому уровню, где взаимодействие у нас. Сейчас посмотрим такое упражнение стаи. Это упражнение групповое уже. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Стая упражнений, оно известно, на самом деле, в движенческих упражнениях. Мы просто взяли ее из движенческих тренингов. И что мы здесь видим? Человек, стая – это просто группированные люди, близко стоящие друг к другу. В движенческом тренинге есть ведущий стаи. Это значит, что человек, который направлен вперед, а за ним все, ну, ему смотря... Он делает какое-то движение там, разводит руками, и все остальные, кто за ним, должны повторять. Он ведет эту стаю в каком-то направлении, куда он хочет, и вся стая повторяет движение за ним. Мы движение здесь упор не делаем, хотя ребята всегда, ну, добавляют почти движение. Поэтому и они звучат. Здесь очень часто в этом упражнении появляется возможность ритмических повторов, потому что это удобно, потому что уже само хождение, оно по себе ритмическое. И опять тут правила нет, как я конкретно звучу. Главное, что я могу повести стаю, а она за мной повторяет. Звук сливается в такую уже единую силу, и на самом деле этому ведущему добавляет очень мощный поток сзади. Как меняется ведущий? Очень просто. То есть тот, кто вел, ему надоело уже вести стаю, он поворачивается лицом внутрь стаи, вся стая разворачивается, и тот, кто остался там впереди идущим, перед кем никого нет, он и автоматически становится ведущим. Это такой довольно уже высокий уровень сознания тела, вообще где я нахожусь, куда смотрю. То есть мы уже, потому что на четвертом уровне с вами находимся. Да, вот Евгения нам подсказывает, что видеозаписи все будут выложены. Поэтому вот эти, по крайней мере, кусками упражнения с объяснениями вы сможете точно увидеть и под себя как-то их попробовать переделать. Упражнение «Карусель». У нас есть два вида упражнений. «Карусель» – «Карусель снаружи», «Карусель внутри». Вот внутри у нас не было, не сняли мы его, не успели. Поэтому сначала посмотрим «Карусель снаружи», что такое объясню, а потом просто на словах про другую «Карусель» объясню. Сразу делаю паузу. Смотрите, «Карусель снаружи». Люди сидят лицом в центр. Те, кто сидит, они закрывают глаза, когда слушают. Их задача – слушать, как звук распространяется вокруг них. Тут уже появляется этап слушания, очень важный, очень внимательный. Значит, люди, которые ходят вокруг. Это пара. Она ходит, условно соблюдая центр, и смотрит друг другу в глаза. И они соединяются звуком. Условный такой протодуэт возникает. Они звучат, на самом деле, как хотят, но с учетом друг друга. И здесь, если вы помните, когда мы посмотрели упражнение «Звукозапись» на уровне этого взаимодействия, там задача именно повторить звук, скопировать. Чем точнее, тем лучше. Здесь задача как раз уже все. Мы не копируем, мы просто друг другу подпеваем. Какая там партия возникнет, мы не знаем. Тут уже довольно большая свобода возникает. От этого, конечно, мы должны понимать, что этот этап уже, к этому ребята должны быть готовы. К этому нужно дойти. Просто так, если у меня просто даже сам голос не вылезает, этот этап невозможно осуществить раньше времени. А когда они уже готовы, они могут как раз нащупывать свою красоту голоса, что нам очень было и важно. Найти их личный материал. Мы очень только не могли до этого дойти, как нащупать их личный материал. И вот они вот такую делают проходку, столько, сколько они чувствуют. Музыка их сама начинается, сама заканчивается. Желательно соблюдать вот этот диаметр через круг. И в какой-то момент они остановятся, вы сейчас увидите, кладут руки на плечи тем, рядом с кем они остановились случайным образом. И встают эти люди, где они остановились, и они будут следующей парой, которая ходит. Значит, эта пара, которая звучала, садится в круг, закрывает глаза и тоже слушает. На самом деле сидеть внутри очень интересно с закрытыми глазами, потому что звук очень красиво переливается, несмотря на всю эту неакадемичность. Вот они меняются сейчас парой. Ну, тут такой-то был маленький кусочек. Сейчас сразу, подождите, смотрю, вопрос. Литература по данной методике автора? Ну, вот мы это внутри своей студии собираем, и мы сейчас из этого делаем такую свою, не знаю, театральную методику работы с голосом. И приглашаем вот по гранту кого-то, разных педагогов и так далее, посетить наши мастер-классы. Но мы сейчас поднимаем, в каких мы условиях наши мастер-классы пока застряли. У нас вот была регистрация на бесплатное посещение наших мастер-классов. Когда возобновится, следите просто за нашими новостями. Можно там про эту методику самому почувствовать, походить, поделать упражнения. Вот. Пока ее вот выпущено, мы готовим сейчас в процессе изготовления методичек по разным видам нашей деятельности, в том числе вот это вот по языку своего голоса. Вопрос по поводу, как вы доносите ребятам, что вы хотите от них, инструкцию, упражнение, показываете пример или вербально, или микс. Ну, на самом деле, меньше вербально. Тут многое все и так понятно, интуитивно, да, что мне надо крикнуть тогда, когда человек попал ко мне в домик. Или мне надо от стены со звуком. Там, в принципе, по образцу почти все понятно. Технику извлечения звука в данном случае мы специально ничего не объясняем. Ну, тоже все по-разному. Кому-то нужно здорово объяснить. У нас так как много все-таки взрослых ребят трудится, и много кто владеет речью. Вот. Мы можем с ними изъясняться. Но на самом деле для эффективности этих упражнений, ну, конкретно про те, которые я сегодня рассказываю, это не слишком важно. Именно демонстрация прежде всего, наверное, нужна. Дальше переходим к следующему упражнению. Он называется «Город». Я хочу отдельно сказать про это упражнение. Там, на самом деле, здесь вот на этом кусочке, который сегодня смогу показать, очень плохо видно, как выглядит упражнение. Но это оказалось одной из самых важных упражнений, из которых мы узнали, как по-настоящему у нас ребята звучат. Мы сейчас посмотрим все-таки кусочек, чтобы было понятно, о чем речь идет. Сейчас остановлюсь. Смотрите, есть пространство, мы по нему ходим, есть импровизированная якобы там площадь в городе, допустим, да, мы так ее называли. Пока все ходят, никого нет на площади, все ходят и напевают себе под нос то, что они хотят. В какой-то момент любой человек может выйти, когда ему захотелось спеть для всех, он выходит на эту площадь и начинает петь уже громко вот то, что он себе напевал свою какую-то песню. Это не какие-то известные песни, не со словами, а вот что-то вот по настроению, что тело просит, то и напевает. В это время, когда остальные увидели, что он встал посреди площади, они присаживаются, остановка происходит, чтобы сменить действие, и слушают его. Дальше мы добавили, сейчас вы видите во втором кусочке, просто не очень понятно, откуда там это взялось. Можно дальше этому человеку, поющему, или подпеть, или не подпеть. Когда он уходит с площади, звук его прекращается, и дальше все начинают напевать. Также мы, и вот здесь они почему-то именно на этом упражнении, когда мы дошли вообще до этой стадии, невероятно интересно раскрыть, потому что можно было спеть что угодно, и мы вот здесь именно узнали то, чего не знали никогда, сколько бы мы не исполняли до этого разных песен, разных народов мира, каких-то импровизаций, но такого, как здесь, мы не слышали. Ну, здесь на этой записи ничего такого нету, прям супер нового. А вот здесь уже мы видим, что ей подпевают все. То есть, если понравилось, что-то такая движуха началась, все начали подпевать. А, здесь еще не рассказала я вам о том, что у нас есть еще упражнение на четвертом уровне, пока мы не перешли к пятой, которое называется «Карусель внутри». Выглядит она так, сейчас попробую на словах объяснить. Внутри стоят люди спиной друг к другу, два, ну, допустим, три человека. Остальные представляют собой движущийся карусель вокруг этих людей. То есть, эти люди такая, это центр, столб такой. Те, кто стоят в центре, они стоят с закрытыми глазами и слушают сначала. Те, кто ходят по кругу, они идут по кругу и напевают себе, вот как примерно в этом тренинге «Город», что-то, что они хотят. Вдруг кому-то стоящему внутри с закрытыми глазами захотелось остановку сделать в «Карусели», потому что кого-то он услышал так ярко звучит, кто-то здорово, красиво. И они так плечами между собой договорились, что пора руку поднимать. И все трое вытягивают руку вперед с закрытыми глазами, палец вытягивают. Палец попадает на каких-то трех людей, если внутри стоят три человека. Карусель замирает, и начинают звучать те три человека, на которых показали пальцем. Вся остальная карусель замолкает. И мы видим такой вырванный кусок из жизни трех, и они могут очень красиво иногда соединяться с друг другом, и неожиданно. Когда послушали, руки опускаются у ведущих, сговорившись, карусель пошла заново и так далее. Естественно, ведущие тоже меняются. Тут тоже очень интересное ощущение по опыту слушания, когда ты стоишь внутри. Что очень важный тоже, мне кажется, вообще опыт этого слушания с закрытыми глазами очень важным этапом является на таких уже более активных стадиях. Так, и на пятом уровне мы уже от разных таких взаимодействий в парах, тройках и так далее, чего там только разного не ботворяли, уже приходим к какому-то, мы так называем, прото-ансамбль. Это, по сути, уже какой-то ансамбль, ну еще прям вот не обросший красками и какими-то более сложными навыками, наверное. Вот да, я с вами согласна, что это как путь к себе, это точно, потому что это именно, наверное, и есть задача, именно дойти до своего голоса. Причем, на мой взгляд, ну вот эти все упражнения, они абсолютно по себе универсальные вообще, то есть тут нет ничего, вот сколько-то спрашивают противопоказания, не знаю. Тут надо про противоказания просто здравомысленно смотреть на то, на каком этапе находится человек, с которым вы работаете. Ну вот если у него вообще, например, никогда он еще не проявлял своего голоса, не слышал вообще себя ни разу в жизни, мы просто не можем от него добиться участия, не знаю, полноценного, с полным сознанием, да, и внутренним контролем, участия в ансамбле, например. А может и можем, но тогда по нему тоже видно, что он может участвовать. Тут просто очень важно смотреть, на каком уровне находится его вот это пробирание к себе, к своему голосу, и то, чего мы от него, что мы ему предлагаем сейчас делать. Если эти этапы сильно перескочить, просто особо ничего не получится. Я не знаю, как насчет того, что нанести вред, можно просто по-человечески что-то очень странное требуя в жесткой форме. Это всем можно нанести вред друг другу и самому себе. Вот. И когда, вот смотрите, мы переходим с вами к ансамбле, сейчас очень маленький кусочек посмотрим. Ну, в принципе, там вот это маленький кусочек делали упражнение. Такой псевдо-ансамбль, прото-ансамбль, когда вроде есть у каждого партии, но вот есть какой-то общий ритм, понятно. Могу изображать ритмическую партию звуком по-разному. Могу петь мелодию, я показываю руками. Здесь возникает роль дирижера. Вначале, по крайней мере, точно. Можно делать ансамбль без дирижера, такой саморегулирующийся, очень сложный вариант. Вот. Можно давать возможность ребятам пробовать дирижировать, набирать, наберушки такие делать, да. Сначала вот он включает разные партии, и он выключает разные партии. Тут тоже и этап общей работы. В каждый момент каждый слышит. И все, все, мы уже здесь приехали к полной ответственности за то, что мы делаем внутри определенного такого сообщества музыкального, да. Я должна учитывать партии других, я должна учитывать общий ритм, я должна учитывать свою громкость, с которой я вступаю. При этом, смотрите, мы делали такие ансамбли довольно много раз, и тут, что интересно, тут же нет никаких нот тоже. Тут партии более интуитивны, но мы там делали тоже очень много вариаций, там, работы в четверках и так далее, такие, как звуковые машины, когда каждый заводит свой какой-то механизм, он звучит, другие накладывают. Вот эти звуковые машины, кстати, вот здесь у меня не в этой подборке нет ничего такого, но звуковые машины очень много дают тоже материала, из которого потом можно вообще лепить разные такие классные произведения уже таких зафиксированных импровизаций. Ну и вот могу сказать, что проделав примерно все то, что я вам сегодня показала в таком кратком экскурсе, делали мы это часть прошлого года, вторую половину года, в лагере уезжали театрально и там над этим работали. И вот дальше мы непосредственно из лагеря привезли очень большую заготовку вокальную для спектакля, который у нас и вышел в декабре, который называется «За голосом». Прямо сейчас я вас туда не могу позвать на этот спектакль, но зову вообще потенциально в будущем. Так как вы сегодня посмотрели, что такое-то было внутри, что за работа проделана, вот у вас есть возможность, когда снова мы все выйдем в мир, и когда следить на наших ресурсах, это в Фейсбуке, мы есть ВКонтакте, интегрированный театр-студия «Круг-2», сайт у нас есть свой, обязательно мы всегда выкладываем афиши, можно попасть на этот наш спектакль «За голосом». Вот он, этот спектакль, это как вокальный перформанс, можно назвать, да, он и есть результат вот этой очень большой внутренней работы с голосом, вот таким примерно способом, как я вам сегодня попыталась рассказать онлайн, в онлайн-режиме. И, наверное, этот спектакль, это самое говорящее про эту методику. Там вот эти ребята, которых вы сегодня видели на видеоупражнениях, частично они участвуют. Поэтому, наверное, да, спектакль это самое говорящее, что могу вам на сегодняшний день предложить, когда это будет возможно. Вот могу еще, есть у нас прям время там много-много. Могу еще вам ответить на какие-то вопросы, если есть. Вот. Да, вот же. Есть вопросы в основном потоке, так что, мне кажется, надо на них обязательно отвечать, потому что людям очень интересные вопросы. Вроде вот сейчас я посмотрю, чего я, может, пропустили. Потому что я вроде в потоке там что-то, что видела сразу. Сейчас. Напишите, пожалуйста, свой сайт. А как я могу написать свой сайт? Сайт, пожалуйста, кидайте ссылкой. Сайт, контакты, все, что вы хотите кинуть обязательно, потому что это интересно. И вот вопрос, Катя, давайте я вам зачитаю про ограничения и противопоказания. Я это сказала, что, на мой взгляд, все эти упражнения, они вообще довольно универсальны и не привязаны к какому-то особенности развития и так далее. Это просто именно про то, что когда мы не можем пробраться, что есть какие-то вообще ограничения пробраться академическими средствами. Мне вообще кажется, что академическими средствами не всегда правильно сначала пробираться. Очень здорово оставлять место для свободного восприятия, импровизации. А для этого надо, как правильно там написали, такой путь к себе найти. И по сути, эти упражнения универсальны в смысле, это просто освоение регуляции своего тела, но с акцентом на голос. То есть, ключи не вижу, но, как я говорила, что очень важно смотреть, если это действительно применяется в занятиях, а не просто для себя, когда вы себя регулируете. Надо смотреть, на каком этапе находится человек относительно своего голоса, что ему мешает, почему он там не поет, не говорит. И важно обдумать, для меня, например, это было очень важно, вот эти вот пять этапов условно. Ну, нам было удобно опереться на пять уровней, которые я сегодня говорила про регуляцию тела. Можно еще какие-то найти, но найти какое-то понимание, вот развитие как такового, от восприятия к активному действию. Посмотреть в этой линейке, где человек находится, неважно в каком он возрасте совершенно находится. И посмотреть, что сейчас можно делать. Это как, по сути, речь про зоны ближайшего развития. Не можем перескочить то, что не нужно перескакивать. И обязательно нужно побыть на тех этапах, где человек может уловить просто, или важно просто свой голос, значит там побыть на этом уровне, услышать, что вообще я есть, я звучу. Или уже я понимаю, что можно разнообразие вводить, конечно, нужно добавлять разнообразие. Ну, то есть какое-то просто здравомыслие с учетом уровня на сегодняшний момент, вот так я бы сказала. Так, по поводу сайтов. Сейчас мы... У нас есть группа в Фейсбуке. Катя, мне кажется, еще очень важно, раз осталось время, вам рассказать побольше тогда о самом театре Круг 2, да, потому что вы рассказали об одном фрагменте вашей работы, и люди, которые знают, да, о вашей деятельности, для них это понятно, но для большинства, особенно у нас много людей из регионов, могут не знать о том, о содержании вообще работы, которые проводят в интегративном театре, как он создавался, да, какие спектакли существуют, как их можно увидеть, как проходит работа, по каким направлениям, про ваши мастерские. Мне кажется, тогда нужно рассказать об этом, как раз замечательно, что у нас осталось это время. Чтобы это было как раз в контексте, да, к чему, собственно, ваш фрагмент работы и приводит. Хорошо. Вот я кинула... Да, Людмила Мамедовна, привет вам, спасибо. Кинула в Фейсбук нашу ссылку на группу в нашей Фейсбуке, такая же есть, также вы можете там ВКонтакте найти и просто сайт наш, и там все всегда есть анонсы. Что касается, это наш театр существует, если прям совсем от начала, начало говорить, уже почти 20 лет. Его основателем является Андрей Афонин, он является в том числе председателем регионального... Ой, сейчас все уже, у меня слова запутываются во рту. Равные возможности, регионально-общественная организация равные возможности и художественным руководителем, собственно, нашего театра, студии Круг-2. Театр интегрированный, в нем, как я говорила, трудятся, приходят, да, ребята и взрослые люди, да, и школьники, и подростки с особенностями развития, совершенно различных нозологий. Это и ментальные могут быть нарушения, люди с аутистическим спектром, конечно же, очень немножко бывает людей с синдромом Дауна и так далее. Вот вижу про незрячих, у нас на самом деле, не помню на моей памяти, что незрячие были, но у нас вот есть там слабослышащие, у нас вообще, вот что важно, хочу сказать, у нас нету такой подход, нам не важно, какая именно... Извините, там что-то началось... Нам не важно, какая именно... Почему-то у меня включается видео. Не важно, какая нозология у человека, и вообще, не важно, есть ли особенности или нет, это не важно. Важно его желание как-то быть вот в этом социуме, выражаться и так далее. Вот, и как я уже говорила, наверное, самая важная ценность в театре – это сам актёр, сам человек, который пришёл. Он и есть сам материал, и люди, которые работают над этим материалом, и у нас есть разные направления, ну, естественно, основное направление – театральное. Театр «Круг 2» себя в любом случае позиционирует как профессиональный театр, и в 2014 году взял «Золотую маску» в одной из номинаций. Также из направлений есть память театра на детстве музыкальная, как вот сегодня про то, что вам рассказывала. Есть художественные мастерские двух направлений, есть производственные мастерские, мы делаем всякую продукцию на заказ, продаём её, да, и ребята работают. А также художественные мастерские театральные, где делаются всякие очень интересные арт-объекты для перформансов, для выставок. У нас в этом году было несколько выставок с нашими объектами, такие большие, длительные проекты, растянутые иногда на год. У нас был проект «Синий лес» и так далее. Ну, можно всё это посмотреть на наших ресурсах. К нам очень легко, с одной стороны, попасть, потому что каждый может записаться на первичное знакомство, когда мы все выйдем с карантина, это можно сделать. Мы с вами знакомимся, но у нас есть и студия, и театр. То есть есть студийные группы, которые ещё на внешний результат не работают, работают на внутренний результат, но всё равно на результат какой-то. У нас есть внутренние показы свои тоже. И есть основная труппа, скажем так, которая тоже, туда переходят ребята, которые уже готовы перейти от внутреннего результата к внешнему. И даже ребята, которые в студии, у нас уже имели в прошлом году большой опыт внешних выступлений со своими такими более детскими спектаклями интересными. И мне кажется, мы, наверное, и в прошлом году в Царицыно с каким-то кусочком нашим выступали. Вот. Что ещё рассказать? Вы выступали, и я уверена, что вы выступите, когда мы... Так я онлайн-площадку нашу в этом году. Кать, а может быть, у вас есть какое-то видео, которое вы могли бы показать? Вы знаете, вот у меня, к сожалению, нет фрагмента из спектакля, который показательный. Спектакль просто за углу, надо запомнить его название, за голосом. Это как раз он входит в серию наших там, кто нас знает, в серию спектаклей, который начинается с этой, с предлога «за», у нас было «за звуком», «за светом», «за ритмом», и теперь мы отправились вот в путешествие за голосом. Вот, говорящее название к себе. Значит, смотрите, я сегодня могу... Вчера, мне кажется, это видео запускали, может быть, кто-то это видел, но у меня есть здесь вот закачано видео. А, могу вот что ещё рассказать, что прошлый год для нас в такой смысле музыки интересный, потому что, наконец, от каких-то произведений всяких песен народов мира и прочего, наследие музыкального, которое мы осваивали, и помимо импровизаций и занятий ритмами, как-то мы приблизились к тому, что захотелось ужасно ребятам писать свои песни. И появилась у нас в прошлом году музыкальная программа, концерт под названием «Вдаль», который состоит целиком из музыки и слов наших участников. Вот, мы эту тоже стезю собираемся как-то продолжать и так далее. И у нас был вот опыт в прошлом году записи на студии, из которой как раз в прошлом году, ко второму апреля, мы сделали такой клип. У нас были кадры из лагеря. У нас была девочка, которая написала этот текст на занятиях. Прекрасный, я его очень люблю, этот текст. Её зовут Катя Бетехтина. Она долго ходила в нашу студию, вот. И исполняли и играли на инструментах другие ребята и педагоги. Вот, можем сейчас запустить это видео, посмотреть. Вдруг кто-то вчера, когда был такой онлайн-концерт, не видел этого. Не знаю, Жень, можем, или это наоборот не стоит делать. Так, сейчас ещё тут есть вопрос. Всё-таки вопрос о ваших внутренних разработанных методиках. Может быть, можно на вашу личную почту написать, узнать, когда они выйдут, где их можно приобрести. Да, давайте я сейчас скину вам свою почту сюда в сообщение, и вы мне тогда напишите ещё раз ваш вопрос. И я тоже уточню для себя, потому что сама не знаю, с учётом наших карантинов, когда у нас что-то выйдет, и какой у них будет доступ. Поэтому я сейчас вам отправляю свою почту. Так, вот моя почта я отправила вам в чат, и у всех, у кого есть какие-то вопросы личные, можно туда мне написать, я постараюсь им ответить. Вот, давайте сейчас я тогда попробую включить этот клип, который очень мне дорог, как работа нашей студии. Так, вот он, по-моему. А вот тут наш сайт, круг2.ru. Будет в записи тоже. Я очень давно была маленькая. Я очень давно была маленькая. А ты помнишь, есть ли ты вставое время? Я... Я была очень-очень маленькая. Я была очень-очень маленькая. Очень была беликусичная. А чё не было? Наверное, я вам докладывать подробностей не буду. Никаких подробностей. Никаких подробностей. На моём сайте. И на моём сайте. На моём сайте. Музыка – это когда играет в ради. Музыка – это когда играет в ради. Конечно. Танец – это когда танцуют все дети. Танец – это когда танцуют все дети. Отдельно от друг друга. Высота – это когда человек привел себя в порядок. Свобода – это когда тебя куда-то отпустили. Грусть – это когда ты печалишься. Я ничего не боюсь. Я не могу жить сейчас, подумаю. Наверное, без смысла. На самом деле у меня ребенок родился. Тем временем я его растила всеми своими силами. Каждый год ребенок рос по весь свой рост. Тем временем я продлевала ему жизнь. А потом мы поехали любоваться просторами. Видели храмы, пещеры. Шли по мостам. Тем временем вокруг стояли чужие дома. И мы не стали ходить туда. Там чужие незнакомые. Тем временем мы хотели найти свою дверь. Мы хотели найти свою дверь, чтобы войти в нее. Чтобы войти в нее. Мы жили навсегда. Мы жили навсегда. Мы жили навсегда. Мы жили навсегда. way. Да, вот. Я поняла, что у вас было у многих эхо. Я вам скинула ссылку в ютубе на вот эту песню, которую в прошлом году мы выложили. Мне кажется, у нас уже, наверное, время заканчивается как раз. Да, Жень? Катя, спасибо большое, что вы представляете это видео, это прям отличная точка. А я думаю, что все смогут посмотреть на ютубе, у кого-то подскажение. Но даже с этим эхо, кстати, в этом что-то было. И обратите внимание, дата была 2 апреля 2019 года, у нас уже год. Это, мне кажется, прекрасный ответ на то, какой результат вашей работы. Это один из результатов, мне кажется. Вот такие вещи очень важны, вне зависимости от того, есть у человека, особенности развития, нет, особенности развития. Вот именно так, да. Это то, что нас объединяет. Соски не оставляет границ. И сегодня этому посвящен практически весь наш день. Мне кажется, Катя, вот, было такое методическое, да, простроенное сообщение у нее на сегодняшний день, которое приоткрыло просто вот эту завесу творческой мастерской. Многие сегодня рассказывали о своих проектах как бы извне. Катя рассказала изнутри, да, о том, как происходит, какая сложная эта работа, многокомпонентная. Сколько придумывается всего, сколько годами выстраивается для того, чтобы людям с особенностями развития саутизма была доступна творческая среда, да. И каким образом творческая реабилитация постепенно превращается просто в творчество. И в то, что человек через искусство приходит к себе и еще и дарит это искусство нам. Да. Спасибо вам огромное за эту возможность и всем остальным участникам удачи. Вообще, спасибо вам, Жень, всей вашей команде за огромный труд. В таких условиях вы прям все равно со всем справились. Спасибо. Отключайся. Спасибо, Катя. И до встречи уже в научной площадке. Да, в жизни. Всем спасибо огромное. Спасибо. Да, Катя, если кому-то еще нужны от Екатерины какие-то ссылки, вы можете написать в чате. Да, или там, почте, да, можете писать, да. В почте Катя уже написала свою личную почту, контакты все свои. И мы сейчас переходим к следующей теме. Еще партнеров, вернее, даже два партнера и один из организаторов фестиваля «Люди как люди». В одном лице сейчас перед нами предстанет следующий наш соведущий. С одной стороны, они представляют Центр творчества на Ватковском. Очень известное место, где наши дети могут заниматься творчеством, ходить в разные кружки и в том числе участвовать в праздниках, что очень важно. Да, этого сегодня еще никто не затрагивал. Тема следующего выступления будет проведение праздников для детей с особенностями развития. И я представляю наших ведущих, я вижу, что они уже с нами, могут потихоньку присоединяться к нам. Это Анастасия Боровая, которая помимо Центра творчества работает также еще и в Центре Сухаревой. Продолжение следует...